Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам выросла на 25%. Это подтолкнуло перевозчиков на акции протеста во многих городах страны, в том числе и в Сибири. К чему это может привести, говорим сегодня с Алексеем Пчелинцевым, перевозчиком и водителем большегрузного автомобиля. Алексей, здравствуйте. Первый вопрос. Повышение меньше, чем ожидалось. Не до трех с лишним рублей, а только до одного рубля 90 копеек. Почему перевозчиков не устраивает такой компромисс? Изначально перевозчиками не принималась плата за Платон, потому что она реально бьет и по карману здорово, и там непонятно реально куда деньги уходят. И просто никто не принимал, и сразу изначально не приняли эту систему. И полтора года назад мы об этом говорили, и сейчас пытаемся донести до людей тоже, что это реально ударит по всем, абсолютно по всем людям. То есть получается, что сама идея системы Платона, она по-прежнему вызывает отторжение у перевозчиков? Так и есть, да. А почему? Потому что много мнений, то есть, скажем, даже про те же дороги, то есть спорное мнение, что грузовики их разбивают. То есть, а почему берут плату с грузовиков? Возьмите дороги в городах, то есть вы увидите, что левые полосы больше укатаны колеей, чем правые. Скажем, и даже вот возьмите спальные районы Новосибирска, даже того же, там фуры, где в принципе практически не ездят на дороге, там в плачевном состоянии. То есть, я считаю, что та же легковушка с шипованной резиной, она гораздо более вредно носит. Я не буду говорить про тех, кто реально ездит с перегрузом, потому что есть такие люди. Но основная масса, реально сейчас просто дорого стало ездить с перегрузом, основная масса соблюдает весовые нагрузки, полная масса. Ну, и я не считаю, что он так давит. Он просто разрушает дороги до такой степени, чтобы, скажем, нас выводили крайними просто. Ну, не настолько богатые, скажем, перевозчики, чтобы брать еще дополнительный налог. Поскольку и так платим транспортный налог и акциз в топливе. Акциз в топливе сейчас получается в одном литре дизельного топлива порядка 7 рублей только одних акцизов. То есть, очень поднялось топливо, скажем, из-за курса доллара резко поднялись цены на запчасти, в том числе и на шины, даже на отечественные, в принципе. И это и так тянет очень здорово. И еще плюсом, если платон, но это совсем тяжело получается. Объясните экономику. Вот даже 3 рубля с километра, это при поездке от Москвы до, например, Новосибирска или до Омска, это около 10 тысяч. Это большая сумма, маленькая. Сколько, допустим, одна фура получает при перегоне груза из столицы сюда в Сибирь? Ну, ставки, если честно, не разнятся очень сильно. Но 10 тысяч этого считаете на Москва, Новосибирск, считайте сразу 10 тысяч обратно на Новосибирск, Москва, правильно же? То есть, это, грубо говоря, если перевести это в что-то материальное, это колесо. Это хорошее колесо просто-напросто. И каждый рейс, если по колесу я буду отдавать, ну, просто как-то не очень интересно получается. Не настолько много, в принципе, зарабатывают водителей, скажем, даже частные. То есть, были там какие-то попытки, там как-то одно время, там и 300 тысяч они хотели везти в квартал. То есть, нет такой суммы, нету. Она реально сейчас, сфера перевозок, она и так, в последнее время она на грани, просто на грани убыточности. И новый налог просто, ну, давит, очень сильно давит. Многие, реально, многие сейчас не платят платон. Даже те, кто получил трекеры, они тоже стараются их не включать, чтобы не было лишних расходов, просто-напросто и все. То есть, система не работает? То есть, система работает вообще в половину, даже, наверное, не в половину, даже меньше. Система платона действует уже чуть больше года, почти полтора. Вы заметили какие-то изменения в качестве дорог федеральных трасс и в качестве придорожного сервиса? Деньги, собранные с платона, в принципе, не ушли ни на один километр федеральной трассы. То есть, я, по крайней мере, не вижу. То есть, дорожники как работали, в принципе, так и работают. То есть, поддерживают дорогу в маломальском дорожном расстоянии, чтобы можно было ездить. А так, конкретных каких-то изменений я не увидел. Там 10,6 миллиардов просто за сфункционирование системы. То есть, я считаю, что это просто много. Зачем те же офисы в центре города, к которым не подъехать? То есть, а почему там не на Малыгина в подвале? Опять же, ну, например, какая мне разница, куда ехать, платить туда или сюда? А цена аренды будет существенно разниться. То есть, люди же считали, что даже если добавить 1 рубль, скажем, в цену топлива, то там гораздо будет больше эффект, и деньги попадут сразу в бюджет. А здесь просто они проходят через посредника, который, в принципе, должен создать, там, не знаю, сеть камеры этих. Их надо подключить. То есть, это люди работают, опять же. Ну, то есть, просто, я считаю, что это просто как бы дармоеды, это же можно сказать. Потому что, ну, факт в том, что они, конечно, не работают, но смысл-то этой системы вообще я не вижу, если честно, смысла вообще в этой системе. Для перевозчиков есть какая-то планка стоимости, при которой они точно уже не будут платить и будут устраивать еще более серьезные акции протеста? Ну, она уже сейчас дошла, планка, в принципе, что уже это стало реально тяжело. Вот, а если еще будет подниматься, ну, конечно, она будет подниматься, но я не знаю просто машину, не знаю, ставить на прикол, продавать. Ну, будут цены расти за... Однозначно, однозначно, цены однозначно будут подниматься и реально будут подниматься именно на все. Прямо на все, потому что все завязано на логистике, все завязано, все будет подниматься. Ну, что ж, спасибо. Еще раз напомню, повышение оплаты за проезд большегрузов по федеральным трассам мы обсуждали с Алексеем Пчелинцевым, перевозчиком, водителем большегрузного автомобиля.